Всем привет! Я Владислав Блокнюк, и это урок о том, как сделать анимацию какого-то объекта вдоль пути. Для этого урока я сделал вот такую вот простую модель змеи, её можете скачать в описании под видео, или сделать самим что-нибудь похожее. Сначала сделаем кривую, вдоль которой будем анимировать объект. Переходим в вид сверху, и делаем его в Create Curve Tools, CV Curve Tool, и делаем какую-нибудь кривую. Как-нибудь так, например. Теперь переместим пайвот змеи в её нос. Нажимаем Insert, и перемещаем. Положение пайвата в данном случае довольно важно, потому что именно им змея поедет по кривой. Опять Insert. Здесь настроим 200 кадров, чтобы отображалось, потому что когда сделаем анимацию по пути, то по умолчанию анимация будет длиной во всю отображаемую шкалу времени. Теперь выделяем змею и кривую именно в таком порядке, и идём в Constraint, Motion Page, Attach to Motion Page. Теперь если проиграть анимацию, то змея очень даже резво едет по этой кривой, но абсолютно не так, как надо. Чтобы это исправить, надо выровнять, какой своей локальной осью змея смотрит вперёд и наверх. Для этого заходим в Attribute Editor и меняем эти параметры. Первый – это то, какой своей локальной осью змея смотрит вперёд. В данном случае это Z. И Up Axis – это то, какой своей локальной осью змея смотрит наверх. Тут в данном случае всё правильно, но можно её положить на бок, или вот так вот. Inverse Up – переворачивать её вверх ногами. И Inverse Front – переворачивать её вот так. Теперь, если проиграть, то едет уже более-менее нормально. Параметр U-Value меняется со временем. Он обозначает то, в каком месте кривой, на каком проценте её длины, находится объект в данном кадре. Его можно проанимировать. Например, переходим в 50-й кадр. Пишем U-Value 0.8, например. И правой кнопкой SetKey. Теперь, если проиграть анимацию, то в первые 50 кадров она, эта змея, очень быстро добежит даже досюда. А потом очень медленно доползёт до конца. Галочка Parametric Left значит, что, если её поставить, объект будет медленнее двигаться в местах, где находятся точки этой кривой. То есть, на поворотах она будет ехать медленнее. На данный момент змея не ползает, а просто ездит по кривой. Что плохо. Чтобы она именно ползла и изгибалась на кривой, надо сначала сделать вот такую её анимацию. А потом зайти в Constrain, MotionPage, FlowPatchObject и открыть его OptionBox. Самая главная настройка здесь, это вот этот переключатель. Он определяет или объект. Тогда делается сетка вокруг самой змеи, которая изгибается в зависимости от того, как изгибается кривая в месте пайвата этой змеи. В данном случае она будет работать не очень корректно. Змея будет как-то так вихляться. И... Curve. Тогда эта сетка создаётся вокруг всей кривой, и получается такой туннель, через который прорезает эта змея. Divisions, это сегменты этой кривой, по длине, там надо поставить побольше, 150, например, в высоте и ширине. И нажмём Flow. Вокруг кривой получился вот такой туннель. И теперь змея уже более или менее корректно бегает. Когда змея входит в этот туннель, получается небольшой глюк, в данном случае. Вот. Она вот так изгибается. Чтобы это исправить, выделяем туннель, заходим в атрибут-эдитеры на вкладку FFD1, и Outside Letters ставим All. Теперь змея заползает в туннель нормально. Кривую можно менять и на этом этапе. Если её выделить, перейти на Ctrl-Vertex и изменить какую-нибудь вершину, то как туннель, так и змея спокойно изменятся и поползут по новой траектории. У этой сетки, если её выбрать, перейти на Letters Point и выделить и отмасштабировать какие-нибудь точки, то размер змеи в этом месте будет тоже изменяться. Чё, в мае есть один способ, как сделать анимацию вдоль пути, не делая даже изначально самой кривой. Для этого создадим какой-нибудь объект. Идём в Constrain MotionPage SetMotionPageK. Переходим в какой-нибудь другой кадр, перемещаем объект. Опять Constrain MotionPage SetMotionPageK. Тут уже образовывает скрываем. И так далее. Теперь объект плавно движется по этой кривой. Её теперь можно также редактировать, как и эту кривую, и всё такое. На этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. До свидания. До свидания. Продолжение следует...